Особое мнение на 101FM Описи особых мнений на нашем сайте эхакирова.ру традиционно присутствует И кроме того, есть там еще и расшифровки То есть текстовая часть наших бесед Пожалуйста, заходите и пользуйтесь 2 августа сегодня мы встречаемся с вами В день воздушно-десантных войск Между прочим Анонсировано было за несколько дней Что фонтан на театральной площади Снова у нас отключают Как вы к этому, между прочим, относитесь? На мой взгляд, это какой-то дикий Беспощадный архаизм С вашей специальной фразы О том, что все сказанное на эфире Является моим оценочным мнением А теперь к фонтану Фонтаны должны работать, когда они должны работать И ничего страшного Что в день ВДВ бы этот фонтан работал Я не вижу Я тоже, собственно, я тебя поддерживаю Я не думаю, что с ним что-то случится Да, я видел, что уже с утра У нас автомобили с флагом ездили по городу Это обычно, да, в профессиональный праздник Это было, правда, в 6 часов утра уже Я наблюдал в сторону нашего аэропорта Которая принадлежит обществу Динамо Двигались машины Ничего не вижу в этом страшного Во-первых, все эти дни стали проходить Намного спокойнее Чем руководствуется власть городская Выключая фонтан? Тем, чтобы... Не дай бог, чтобы ничего не повредили Или сами там утонули, не дай бог Или не упали, не поскользнулись Даже большинство они сами не повредили Сами не повредили Да Ну, я думаю, что это не общее мнение Руководства города, а отдельных чиновников Которые отвечают за объект Давайте от греха подальше Да, на всякий случай Даже лучше закрыть, выключить не разрешено Просто, между прочим, Юрий Львович Это не просто фонтан на театральной площади Это главный фонтан Кировской области А представляете, вот в этот день, например, делегация Какая-то детская приезжает И спрашивают они своего экскурсовода, тетеньку А почему фонтан не работает? Потому что сегодня день ВДВ И сразу ребят отскладывается в мозгу Что вот это что-то плохо Это какие-то суровые, беспощадные детки Которые могут все сломать на своем пути и так далее Хотя, на самом деле, это не так Мы же понимаем, почему он не работает? Да пусть работает Ну, я не верю в то, что все десантники сразу соберутся у нас на театральной площади Ну, даже если выкупаются Без чинства у нас там будут устраивать Нет, с праздником, ребят, конечно С праздником 2 июля, кстати, еще сегодня Ильин день Как тут не вспомнить, добрым словом основателя нашего холдинга Ильи Ручкова Да А впереди день железнодорожника В воскресенье Вот одни праздники у нас, кстати Ну, в нашей стране каждую неделю праздники Так что это страшно Хотя я случайно недавно смотрел обзор Сводка по работающим и неработающим странам Ну, по количеству выходных дней Я всегда думал, что большие лидеры в этом вопросе Оказалось, мы далеко даже не в первой десятке По сравнению с самыми европейскими странами То есть у нас есть еще ресурс, да? У нас ресурс есть Устанавливаются какие-то праздничные Уступают против новогодних каникул Там затянувшихся Или майских огородных праздниках То мы еще далеко не впереди планеты Хорошо, давайте по повестке дня Давайте разберемся в первую очередь С продажей центральных бань На Молодой Гвардии 42 Рядом с кинотеатром Октябрь Появилась информация не так давно Что это муниципальные бани От которых муниципалитет В аренде они В аренде, да? Собирался избавиться за почти что 12 миллионов рублей Вы этот вопрос держите, насколько я понимаю, на контроле Да, было много обращений Как сейчас дела обстоят? Ну, будем говорить, что Первый подход Так называемый К приватизации этих бань Был 5 лет назад Городская администрация Понимая значимость этого объекта И его необходимость В центральной части города И вообще в городе их совсем мало осталось Значимость в смысле Воспользован Воспользован такой объект, да? Идут люди на помыкну Идут, конечно, да На 5 лет смогла отсрочить это дело Но в связи с тем, что эти 5 лет прошли И арендодатель, согласно закона Подал вновь запрос на приватизацию этого объекта Он имеет льготные условия Раз он давно арендует На выкуп, да? Он просто имеет право на выкуп На выкуп Льготных условий Физприбор? Да, это ООО Физприбор Физприбор Который относится к малому бизнесу И на основании постановления 159-го постановления Который стал бессрочным На самом деле Если раньше она имела сроки ограничения Они подали этот документ Запрос Понятно, что Администрация выполнила Решение правительства Российской Федерации Написала постановление о его продаже Но Здравый ум возобладал Чего следовало ожидать И в договоре о купле и продаже Был внесен пункт О сохранении коммунального бытового назначения объекта То есть продавать Но направленность Оставить ту же самую Если Арендодатель Я имею ввиду уже не арендодатель А организация, которая выкупила Собственник Меняет назначение То муниципалитет Имеет Право обратиться в суд И Отнять Изъять Это помещение Соответственно из земли Там О, какая интересная схема Я же думал, такого не было А если чтобы обратно можно вернуть В городскую собственность Если не выполняются Условия договора То это можно забрать Даже если такие варианты есть Особо ценные Я не хочу никого обвинять Из тех О ком мы сейчас говорим Бывает, что сгорают здания Знаете, у нас такая тенденция Даже в этом случае А потом что-нибудь появляется На этом месте Он должен восстановить С использованием Коммунального бытового назначения В противном случае Этот номер не проходит И у него просто Изымут землю Ее потом, конечно, поставят на торги Но цена Возрастет многократно То есть Это не будет Почти 12 миллионов Она будет намного дороже Потому что Земля оценена 8 с чем-то миллионов Ну и здание там А чья конкретно Это заслуга Включения такого пункта Такого уточнения Это общая работа Сохранить вот именно Этот профиль Банда-помывочный Это общая работа Замесителей нашего Главы города Которые занимались Этим вопросом Ну видимо Сами ходят в баню Ну так Предположим Ну в общем Мое обращение В администрацию Возвело Действие И все Проработано И договор будет В таком виде Заключаться Сделка еще Не заключена Ну там Предполагаемый новый Собственник Он согласен На такие условия А у него Других вариантов нет У него Других вариантов нет Просто нет Просто это Замечательное место Ну да Там уже видели Уже вокруг домиками Вновь построенными Все это окружили Ну да И думали Одним разом Сделав некую выдержку И эту землю получить Ну вот Пока Этого не произойдет Ну по крайней мере В ближайших 5 лет Точно не помню Не может произойти Это единственный такой Это такое обременение На 5 лет Нет Единственный такой Объект Или вот так Бдить городской администрации Депутаты в том числе В ближайшее время будут Чтобы не дай бог Если мы понимаем Что даже социального назначения Объекта Конечно Депутатский корпус Точно будет за этим смотреть Юрий Шлемензон Депутат Кировской городской думы Особое мнение продолжится После небольшой паузы Буквально на полминуты Прерываемся И скоро вернемся Особое мнение На 101FM Продолжается наша беседа Напоминаю, что вы тоже можете задать вопрос Депутату Кировской городской думы Юрию Шлемензону Специальная форма на нашем сайте есть Заходите с мобильного устройства С ноутбука, с компьютера У нас есть еще полчаса на общение Давайте поднимем вопрос О малых архитектурных формах Которые вы поднимали На предыдущем заседании Городской думы Но подробностей там не очень много Хотелось бы, чтобы сейчас От первого источника От вас это прозвучало О чем речь? О чем речь? Когда мы принимали Новое положение Правила благоустройства Города Кирова Буквально недавно В мае месяце Ну недавно Я На группах На рабочих группах Мы обсуждали Много поправок Внесено было В том числе Рассматривался вопрос О том, что Урны в городе Кирове Несоответственно Будем говорить Таким европейским Или мировым стандартам Что если на определенной Насмотрелись, Юрий Львович За границей Ну это и в Москве Сделано и в других городах Российской Федерации То есть если Урна находится На высоте Опущенной руки А не ниже То удобнее положить Туда тот предмет Который вы выкидываете Ну во-первых Положить, а не выбросить мимо Да Ну не бросаешь И не попадаешь То есть она находится На уровне руки Во-первых Возрастает сразу же Объем Самой урны То есть наполняемость И вокруг Когда не получается Разброшенного мусора Угу Но это не всегда выгодно Почему Сразу не включили В план благоустройства В правила благоустройства А решили дополнить Это в положении Малых архитектурных формах Почему у нас Несколько другой путь Да Несколько другой путь На суть та же Суть та же Да Но почему-то затянулся вопрос Теперь Есть Протокольное решение О том что должно В сентябре месяце состояться Администрация должна Читаться по этому вопросу Почему у нас В городе урны маленькие Вот вы Когда не задавались С его вопросом Ну Потому что Не могу объяснить Объясните Да Есть 44 фазе Да Где определяющим Да Является что Цена Цена Чем ниже Чем ниже Чем меньше Дешевле она обходится Исполнителю заказа Вот и все Там же ничего не оговорено Вот поэтому Появились микроурны Для одного Там Пачки Какой нибудь В сентябре Да вы сказали Будет решаться Этот вопрос Я думаю что много еще поправок Мы совместно Занимаемся С отделом Рекламы Города Кирова Городской рекламы МБУ Муниципальное Муниципальное Они будут Структурированы По высоте Не выше Второго этажа Размер Будет На исторических Зданиях Вывески Будут Без подложки Делаться Высота букв Тоже Определена Вот таких Много Дюансов Чтобы привести Город В приличный вид По эти все Настенные рекламы Мы сами видим Которые загромождают Все Тут сейчас проще Привести пример Чего к примеру Не будет Вот сейчас можете так Ну не будет Вот этого Многообразия Вот они будут В определенном Формате Все в одном Сделаны Я помню Глава администрации Илья Шульгин Говорил о том Что у нас бардак Тоже с этим Когда в одном месте Реклама висит Нижнего белья Турпутевок Сантехники И так далее Вот это как раз Разрешено Они будут В одном По размере И вот у нас Вы не обращали Меня просто Уже занимался Этим вопросом У нас может Одна и та же Организация Четыре-пять Рекламных Консультации На одном здании Разместить Не одну А в разных местах Здания Налепить Обзор Был с разных сторон Например Если юридическая Консультация Когда думаешь Что их там Несколько Ну бывает Пять Это ходится Нет всего Одна Она просто В разных местах Между вот как раз Этим бельем Или чем-нибудь Еще размещено Зубным кабинетом Ну да Вот привести Но самое главное Что мы постараемся Убрать С исторических зданий Эти все подложки Короба Которые портят Ту эстетику зданий Нарушает И они смогут Размещаться Только в определенных местах И согласовывать Я надеюсь Надо будет только Те информационные Которые из параметров Указанных Городской администрации Выходят А сейчас согласуется Все 100% Среды в параметры Ты не будешь Ее вообще регистрировать Тебе не надо будет Никаких бумажек Составлять 100% согласовывать В смысле Раз деньги заплатили Все Может делать все что угодно Сейчас такой что ли Принцип исповедуется Если вы согласовали С городской рекламой Вы идете То есть Каждую вывеску Надо согласовывать А если вы будете Уже делать сейчас В стандарте Который оговорен То вам ничего Не согласовывать Не надо И МБУ Городская реклама Будет за этим следить Ну конечно У нас Соответственно Большое контрольное Готовится Преорганизация В структурах Городской власти О том что будет Контрольная такая Организация Которая будет Не только за этим Ну за всем За уборкой города За выполнением Как ЖКХ Выполняет Свои задачи Ну А вы имеете ввиду Департамент Муниципального контроля Появление которого Уже анонсировано Да И работать там уже По организации На территориальных Управления Люди придут В это Такое Централизованное место И вот Будет организована Такая работа Я думаю Что это даст свой эффект Не сразу Но А ценник Юрий Львович По этим новым правилам Он подскочит Повысится Для рекламодателей Для тех Кто размещает эту рекламу Ну это никак не влияет Или эти вопросы Не обсуждаются Нет Они вообще Они не связаны Они связаны Мы же говорили не о бигбордах Которые размещаются Это вот на зданиях Твоя информационно-рекламная доска То есть они не будут Одного два метра Другого сорок сантиметров Они там не вертикально расположены Выше второго этажа Вот об этом речь идет Ну насколько я знаю Рекламные агентства Местные Довольно С опаской С осторожностью Относятся к этому Ко всему Размещение рекламы На фасадах домов Да Да Конечно Мы же сами понимаем Что там В определенные параметры Должно иметь Значит получается Аляповатые здания Совершенно Я тоже сторонник Что реклама должна быть Ее в Кирове На самом деле Не так уж и много Недостаточно У нас общественный транспорт Практически не используется Хотя он во всем мире Используется Как реклама Да почему используется Просто меня знаете Умиляет на нашем Общественном транспорте На пазиках На пазиках у нас Что рекламируют Такси Вот это вообще Ну а что удивляетесь Не хочешь ездить На вонючем пазике Вызови А если интернет Реклама рекламируется На телевидении Ну да Вот когда шел большой рост На телевидении Ее не было Этой рекламы Интернета А когда Стал наблюдаться спад Размещение В интернете реклама Куда пошли интернетчики На телевидении На телевидении Да Простите Я еще хочу вернуться К тем урнам О которым мы уже поговорили Речь идет только о высоте Мусоросборной Мусоросборной Ну я не знаю Как городская администрация Может будет Прочислено Ну вообще есть норматив На определенную площадь С какой Через какое расстояние Они должны находиться Я хотел Хотел Чтобы начали с этого Просто Когда вы меня спросили Задумывался ли я Какой высоты у нас урны Об этом я скорее Не задумывался А меня Ну это вроде мелочи Это стоит для обсуждать Я понимаю Но это все равно Создает внешний облик города То что мне бросается в глаза Это массивность наших урн В основном стоящих на улице города Знаете Они такие добротные Из бетона Фиг поднимешь Ну их немного на самом деле Этих бетонов Их неудобно убирать Во-первых Предыдущий руководитель Спецавтохозяйства Как-то говорил Что у нас иные Не прижились Потому что все раскурочат А эти как-то более-менее терпят Есть же Вы сами знаете Что бывают лоббисты Очень мощные Которые Настраивают определенные закупки Ну да Готовы поставить определенные урны Определенные формы Если вдруг может был Владел За бетонным заводом Вот у нас появились Массовые За бетонные урны Я не хочу еще сказать О реальности Примерно вот так Это происходило У нас урны нужно ставить Не знаю Антивандальные Антивандальные И знаете с этим С функцией электрошокера Прикоснулся к ним Тебя разрядом ударило Многие годы Мы опиливали Скамейки В Александровском саду Это была вообще глупость Как бы говорили Что мы боремся С теми Кто садится На них сверху Ходит ногами Посидим В позе орла Как там называется Перестали это делать Все прижилось И все сидят нормально И скамейки стоят нормально Не надо их опиливать Есть Где облокотиться Все меняется На самом то деле Еще об одном Об одном из итогов Предыдущего заседания Гордомы Хотелось бы упомянуть Впервые За сколько там С 2011 года За 7 лет получается Сумма Сумма Денежная Выделяемая Городским бюджетом На Депутатам На выполнение наказов Избирателей Была увеличена С 25 миллионов До 36 36 миллионов То есть в полтора раза На округ получали Миллион 400 То есть по 700 тысяч Поменьше миллионов Да депутатов То подняли Ну потому что Во первых Принято решение о том Что эти средства Вот с 17 года Идут только на программу Благоустройства Ни на какие другие Программы Ну да Вы принимали Депутаты Не использовали Дворы 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 Скверы Улицы Ну в основном Про дворы Решила конечно Ну и там Подъезды к дворам Разные условия Есть Мы понимаем Что те проекты Которые Создаются Стоят Ну Затраты Ну много Если качественно Сделать Много стоит Да Тем более мы понимаем Что тот же самый Бюджет города Только он под Специальным контролем Выдается Угу И для того Чтобы выполнить Те программы У нас наказывал Избиратель достаточно Много такие пачки есть Ну я помню Вы приводили Несколько тысяч Там Да Собираются Только у меня Да А есть еще другие Депутаты Ну несколько десятков Тысяч Да Поэтому Так как это идет Все равно Для города Депутат Не волен Сам их использовать На какие цели То Было принято решение Увеличить этот объем Который будет Именно под контролем Депутата Ну соответственно Надо предположить Что раз сумма больше Раз и собственно Масштаб будет побольше Конечно Масштаб будет побольше Конечно Эти деньги Вот Они как В общем котле Депутаты сообща решают Или каждый сам за себя Вот я свою сумму Да Конечно Вот на то Именно потрачу Да Только так и делается Происходят конкурсы Сначала Района Где Работают депутаты Появляются определенные Ну грантополучатели Будем так говорить И тогда Муниципалитет Проводит торги По ремонту Там определенного двора По одной из программ Комфортная среда Это федеральная По поводу И например У нас есть Где граждане Собирают деньги Не от депутата От муниципалитета Будем говорить От муниципалитета Но под контролем депутатов Происходят эти процедуры Они осенью Обычно происходят И тогда уже Под предварительные сметы Депутаты расписывают Эти средства Куда будут тратиться Ну там в том числе Не исключено Так Извините Я уже думал За нами приехали Нет То есть Возможны и такие варианты Как например У людей Ну там по тому же Проекту поддержки местных инициатив Не хватает Какой-то суммы И депутат Тут может помочь Да Из своих Ну так и делается А ну так и делается Такая практика Осенью да Вы говорите Будет распределяться Эта сумма И освоение ее Конкретные работы Она идет до третьего квартала Следующего года Потому что На следующий год Пролонгируется Не она не пролонгируется 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 Работа Они пишутся С января Следующего года Ну пока пройдут Торги же надо провести Найти подрядчика Для выполнения работы К депутату Шлемензону Сейчас вот можно идти С просьбой Помочь Во что-то Вложиться Деньги у вас еще Есть Юрий Я все использую А вы все уже потратили Депутатские Мы построим Большую дорожку Прогулочную В районе Дома культуры В Коминтерне Где Мамочки с колясками Мамочки с колясками Да Гулять будут Я думаю Что там продолжать Эту работу Потом освещение Сделать на этой Прогулочной Дорожке Ну не маленькая Около двух метров Шириной будет Дорожка С асфальтовым покрытием Частные инвесторы Участвуют? Я имею ввиду Бизнес-предприниматели? Нет Нет Только лишь Простые жители Района И вы как депутат Только депутат И все Ну не муниципалитет Будем говорить Хорошо Юрий Шлеменсон Депутат Кировской Городской Думы Вот так у нас незаметно Половина программы Уже и прошла Вы расстраивались О чем будем говорить? Будем говорить После небольшой рекламы Еще раз напоминаю Слушатели Заходите на Эхакирова.ру Специальная форма Для того чтобы задать вопрос Гостя особого мнения Продолжим через полтора минуты Особое мнение На 101FM Продолжаем наш разговор С Юрием Шлемензоном Поговорили мы О судьбе Одного из муниципальных предприятий Центральной Бани На Молодой Гвардии 42В Ну а если говорить В целом О городских мупах И акционерных обществах С участием города То буквально накануне Публиковано было сообщение О том что Глава администрации Илья Шульгин Возмущен тем что Вообще в принципе Мупы и АО Городские В этом году Не запланировали Какую-либо прибыль Вот так вот Вот как-то Как-то живут Зарплаты получают Потому что они ставили Таких задач Понятно У нас есть вот такое Муниципальное предприятие Запомнилось Кировсвет например Да Есть Светофоры у него Освещение У него был доход 60 миллионов рублей в год А на заработную плату Тратили 38 Ага Где 22 соответственно Да Да Землекопа Ну вот видите Зачем было Стараться Приносить прибыль Тем более За нее никто не спрашивал Задачи таких не ставилось Вот поставлена задача Хотя бы в конце этого года Наметить какую-то прибыль Получение Это по следующему году Я думаю Что к этому вопросу Подойдут Очень серьезно И мы Будем знать Что принесут Нам предприятия Мупы Ну тут же Надо вспомнить На самом деле Президент Путин настроен При том что они несут Определенную социальную нагрузку Да Большую Возможность Прибыльно работать У них практически У всех есть Есть вы считаете Президент Путин Ну если посмотреть Те акты Которые на контрольно-счетная палата Кировской и Кировской думы Нам предъявляют Мы видим что есть Это вот контрольно-счетная палата Да Мы очень внимательно следим Это уже такой сериал В хорошем смысле Ну работает Прямо серия разоблачений От контрольно-счетной палаты Города Кирова Потому что она работает Ватса А почему раньше такого не было Кстати Не было задач Ну в том числе мы сейчас И АТП имеем ввиду В том числе Вот эти 400 миллионов Непонятно куда потраченных денег А кстати Юрий Львович Буквально накануне Не потраченных А взятых в кредит А в кредит Хорошо Ну соответственно где-то они Лежат Или лежали Или лежали Да А вот кстати 400 миллионов Огромная цифра И буквально накануне Новость о том Что город все-таки У минского автобусного завода Будет закупать Автобусы в лизинг Речь идет о 100 машинах Вы понимаете Что ситуацию в городе С общественным транспортом Надо в корне Не я понимаю Просто новость Я даже сам поднимал этот вопрос На заседаниях думы И в сентябре месяце Администрация должна Представить план Реорганизации Общественного транспорта Это касается всех видов Общественного транспорта Реорганизация что есть В этом случае Наведение порядка Маршруты Не маршрутизация Не маршрутную сеть О качестве услуг Потом о доступности Общественного транспорта Для инвалидов Огромная проблема В городе существует Вы сами же знаете Что там закупили Полтора автобуса Которые тем более Сейчас О трех говорили Два были изначально Дефектные Они же не используются А потребность такая же Существует Но и речь идет Не только о автобусах Есть Речь идет о троллейбусах И вообще о развитии О наведении порядка В общественном транспорте У нас есть маршруты Которые заканчивают Свою работу Очень рано Не до загрузки А людям Которые не имеют Если взять 14 округ Там недостаточно 14 округ Это заречная часть Да Заречная часть Мест Где можно На тренировки В кружки Детям ходить Им приходится ездить В центральную часть города А транспорта Если ты еще уедешь На чем приехать Ну и много других вопросов Возникает По периодичности работы Общественного транспорта О его длительности работы Поэтому Был поставлен вопрос И в сентябре месяце Городская администрация Должна Представить программу Преобразования работы Общественного транспорта В муниципальном образовании Депутатам представить Да конечно И вы будете ее обсуждать Да Просто я по поводу Ну такая же программа Уже по освещенности города По требованию Вот я Сам об этом заявлял Зная что Много наказа избирателей Есть в моем округе Ну и в других округах О том что Целые улицы не освещены Или фонари Которые не светят Ну и была представлена Программа преобразования Она правда За ним не один год По крайней мере Мы теперь знаем Параметры исполнения Хотя я думаю что Когда произойдет Объединение двух предприятий Это городских электросетей И Кировсвета То этот процесс будет ускориться И мы благодаря этой программе Получим качественное И полное освещение Нашего города Вы уверены в этом? Или вы надеетесь на это? Я практически уверен Уверен Но по поводу автобусов 100 новых машин Это ведь очень существенная цифра Вспоминая предыдущие годы У нас по 10, по 15 Я не так глубоко в этой теме По количеству автобусов По маршрутным сетям Я в основном на качество Меня волнует А качество для вас Автобусного обслуживания Это что в первую очередь? Это Общественного транспорта Это то, чтобы люди могли В определенное время А не только в пиковые Во-первых, в пиковые часы Чтобы это было В свалку все Не превращалось Чтобы в поздние часы Могли люди Из одной части города Добраться в другую Часть города Чтобы автобусы Чадящие На наших улицах Заградняющие Атмосферу города Исчезли Вообще Я думаю Что электротранспорт Надо развивать Троллейбусные Наши сети Вполне себе Оправдают Ой, у нас же Электричку накануне Обещали запустить На Авиатске вернее Развитие Именно этого вида Транспорта Потому что Во многих городах Есть совмещение Поезда с Петро Или троллейбусом Просто продумано Логистически Эти все маршруты На электричке Что касается Центрального рынка Тоже еще одного Муниципального предприятия Снова прошелся По этому объекту Илья Шульгин Два месяца Ультиматум поставил Либо что-то меняете Либо уходите Товарищ директор Центрального рынка Я считаю, что обоснованно Центральный рынок Я его посещаю тоже Не вызываю Никакого желания Просто Необходимость Его посещать В том виде В котором он существует Если бы была альтернатива Конечно Я бы этого не стал Альтернатива в виде Рынка Рынка Нормального Рынка Красивого С серверскими Товарами Рынок это же сейчас Такое многофункциональное Мы считаем, что рынок Не только торговля происходит На самом деле В преобразованных рынках В других городах Это центры отдыха Будем говорить Это сам рынок Ну приведите для примера Конкретный город Куда можно съездить И посмотреть Как выглядит Должен нормальный Цивилизованный рынок Казань, Москва Я думал, да Вы знаете, что даже рынок Вешкар-Але И то вызывает Благоприятность Я в последний раз В другом городе Там всегда есть Свежее немороженное мясо Там есть свежая речная рыба Там есть творог Там есть яйца Ну там есть те продукты Которые фермеры производят У нас же фермерских продуктов Вообще нет Будем считать Ну они вроде как Декларируются Вроде сообщаются Вот и едьте там Где-то есть А видимо Да, сохраняется Да, можно на ярмарку съездить Экологическую Я в последний раз В Чебоксарах был на рынке Ну вот такого крупного Отличается Отличается Приятнее там находиться Действительно приятнее Москва очень сильно преобразовала Свои рынки И продукты есть И все остальное есть Раз уж мы заговорили О столице О соседнем О соседней столице Столице республики Тастан Казань Вот как раз Недавно в нашем эфире Губернатор Илья Простите Игорь Васильев Говорил о том Что Надо В развитии нашего города Нам нужно ориентироваться Как раз на Казань И Москву Мне тогда вспомнились слова Одного из заместителей Главы администрации Илью Шульгина Который до этого В Сочи работал В том числе Олимпийскую стройку реализовывал Он тогда говорил Что Я вообще тут готов Сочи сделать Из Кирова Мы на кого Юрий Львович Должны ориентироваться Москва Казань Сочи Не знаю Урюпинск Хороший город Людям комфортно жить Или мы ни на кого Не должны ориентироваться Не надо Ориентироваться Должны быть Я думаю Что весь положительный опыт В перечисленных В моих городах Надо бы использовать Для этого Надо заработать деньги Ну и понятно Что С Москвы Какую-то часть денег Привезти Ну я думаю Украсят что ли Нет Почему Ну есть же целые Федеральные программы В которых мы Недостаточно Принимаем участие Особенно на уровне Муниципалитета Я думаю Что к юбилею города Что-то При составлении Правильных программ Мы тоже получим Многие же города Получили толчок В своем развитии Та же Казань От какой-то Круглой даты Да От круглой даты Ну и другие города Получают Средства Главное Надо быть к этому Готовым Для этого должен быть Хороший генеральный план Города Должны быть Привлечены Специалисты Поэтому Недаром Живой сегодня У нас будет Специальный форум И вот приглашены В октябре В октябре Урбанистический Лучшие архитекторы Ну и вообще Специалисты По урбанистике Ну и очень положительно Это И нужное дело И очень сожалею Совсем недавно У нас было С той же рекламой Размещением рекламы Связано Отличное мероприятие Проходило в Герценке Я увидел Всего одного Представителя Муниципалитета Это когда О брендировании Говорили Города Да Весной Всего один Представитель Муниципалитета Присутствовал На этом мероприятии А так Общественники Ну несколько депутатов Кстати Раз уж вы ближе К городской администрации Ну в том смысле Что депутаты Туда именно Приходят на заседание И работают Там Вопросы обсуждают Новый зам Ну вернее Не новый А вообще Впервые появившийся Зам по инвестициям Там что-то слышно Уже По его работе Я знаю Что он должен В сентябре Месяце Представить Свою программу По реализации Как он собирается Привлекать Да И какие средства Нам в том числе Привлекать По каким направлениям Пока ждем сентября Да То есть после каникул Ну этот вопрос Такой инвестиционный Его с кондачка Не решишь Я думаю Что Прошло определенное время Антон Викторович Напомните фамилию Карпинский Карпинский И он Я думаю Что он Инициативный Насколько я вижу Я думаю Что это даст Свои результаты С неопределенной Временной пролонгацией Конечно Одно момент Это произойти Не может Но я думаю Что Город получит Результаты От его работы Еще одна тема В которой Хочется Чтобы вы высказались Огромная цифра Тут звучит 17,5 миллиардов рублей Тоже было объявлено Накануне Это сумма Которую компания Т-плюс Готова Вложить В реконструкцию Городских Тепловых Сетей Подземных Коммунициаций То бишь Это Я бы даже сказал Это наверное Первые подробности Конституционного соглашения И через 4 года Нам будет полное счастье Да До 2053 года Речь идет О соглашении То есть у нас Не будут отключать Летом горячую воду Для профилактики Я об этом не думал Кстати Будут ли Не будут у нас Ну так не должны В общем Ну вот Если ничего Ломаться не будет Ничего не должны Отключать Вот к 53 Мы будем жить В максимальном комфорте Нам обещают Вот ваша позиция Ну это может произойти Только при тотальном контроле Инвестиционных программ Сейчас он отсутствует Будем говорить Так что Уже мы сталкивались С тем что А какие там риски Поясните Какие риски тут Основные существуют При реализации Таких программ Надо чтобы Был контроль За инвестиционными программами Никаких рисков Тогда не будет На чем именно Что именно контролировать По инвестиционным программам Происходят Определенные Вложения По ремонту По замене Полностью Все ли деньги Идут туда На эти лица Вообще Они могут Вообще Идут ли они Вообще туда Они могут Вообще Не делаться У нас такое было Что не происходило И в предыдущей Концессии Тоже же Были Средства Которые Обязаны Были В инвестиции Вкладывать Если Часть денег Уходила На те Коммуникации Которые принадлежат Самому КТК Они же есть Не все Принадлежит Городу Самому Есть уже Которые К самому КТК Принадлежат То Где-то Какой-то Перегиб Боже Они в свои Вкладывали А в городские Не вкладывали Или наоборот Происходило Или вообще Не выполнялось Потом Перевыполнение Якобы Пытались сделать Но не все Складывается Ну я знаю Что Кажется На 17-18 Годах Инвестиционная Программа Была не утверждена Поэтому Это не попало Соответственно В тариф Это же еще Через тарифы Ну да А кстати По поводу тарифов Ждает ли Ваш взгляд Существенного увеличения Не Ну у нас же есть Максимальный Региональный служб Пытались Вы имеете ввиду Вот этот орган Который утверждает Сетеросанки 739 С 1 июля Дальше не должно быть Просто Многие специалисты Эксперты Говорят о том Что Ну у нас же НДС вырастет У нас еще что-то будет Точно вырастет А у вас есть сомнения Ну в первом В первом чтении Или в трех уже чтениях Принято это все Полностью Полностью уже С 18 до 20 О да Ладно Это будет не полтора процента Юлия Львович Последняя новость Вы у нас участвовали По этой теме В нашем эфире По поводу пенсионного возраста Вот коммунисты Собираются устроить По всей России Бессрочный Бессрочный пикет В знак протеста Против повышения Пенсионного возраста Вся эта активность Народная Приведет к чему-то На ваш взгляд Я думаю что Да Будут изменения В этой программе Я вообще считаю Что надо получать пенсию А не пособие Вот тогда все будет хорошо И все будет удовольствием А в чем разница В сумме В сумме В сумме конечно В сумме Пенсия это более достойно Про возраст Сейчас вот Будируется вопрос Возраст и так далее А по сумме То есть пообсуждать Мне кажется Намного интереснее Отличное предложение Юрия Шлемензона Давайте обсуждать Суммы Которые должен получать Сумму Чтобы это была пенсия А не пособие Пенсионера в России Да А не срок выхода Согласен на миллион Да Повышаете Согласен на миллион Только лишь при этом условии В месяц Если они будут На твой персональный счет Деньги идти Без каких-либо там Других ходов Спасибо большое Завершается время Нашего общения Юрий Шлемензон Депутат Кировской городской думы До новых встреч Спасибо До свидания Спасибо До свидания Особое мнение На 101FM